Новости робота Boston Dynamics, звездолёт Илона Маска, новый дрон DJI с гарнитурой и другие свежие новости высоких технологий в одном выпуске. В каждом выпуске мы показываем, что роботы уже среди нас. Но сильнее всего они влияют на сферу производства, повышая качество продукции, увеличивая прибыль компании и создавая новые рабочие места для квалифицированного персонала. Промышленные роботы не работают сами по себе. Необходима правильная интеграция машин в производственную линию. Вот почему компания Техноред, крупнейший интегратор промышленных роботов в России, создала трёхдневный тренинг-практикум по автоматизации производства, основанный на накопленном опыте. Всего за три дня вы станете профессионалом, научившись рассчитывать экономическую эффективность внедрения роботов, понимать, где и как их применять, проектировать робо-ячейки, программировать промышленных роботов, а самое главное поймёте, как можно заработать на новых технологиях. Занятия проходят очно в учебном центре и непосредственно на оборудовании. Программа подходит руководителям бизнеса и сотрудникам предприятий, отвечая на 95% вопросов, связанных с роботизацией. Узнайте подробнее, перейдя по ссылке в описании. Адам Сэвидж протестировал новую роборуку Spot Boston Dynamics. Смысл эксперимента был в том, чтобы понять, насколько хороша рука для Spot прямо из коробки, то есть без дополнительного программирования и на ручном управлении с контроллера. По словам Сэвиджа, базовые способности роборуки оказались очень хороши, что открывает огромные потенциальные возможности её применения в автоматическом режиме. Нью-Йоркская полиция применила своего робота Spot от Boston Dynamics по кличке DigiDog. Робопёс помог полицейским осмотреть дом, где предположительно находились грабители и заложники, передавая им потоковое видео со своей камеры. Робот забежал в дом, поднялся на нужный этаж и исследовал территорию. Хотя преступников в доме не оказалось, помощь робота была оценена полицейскими. А вот свидетелей применения робопса он скорее напугал. Открытую провокацию с вооружённым роботом Spot устроили арт-пранкеры Мешев. Проект Spots Rampage заключался в том, что робота с ружьём для пейнтбола на спине заперли в арт-галерее с копиями ряда известных произведений современного искусства. Далее организаторы предложили всем желающим поуправлять роботом через интернет в течение двух минут. Пользователи могли как проверить способность Spot обходить препятствия, так и испортить окружающие предметы, расстреливая их из ружья. Boston Dynamics была возмущена таким экспериментом и даже предлагала пранкерам ещё двух роботов для их экспериментов в обмен на то, чтобы со спота убрали пусть и игрушечное, но всё же оружие. Но они отказались. Toyota Research Institute показала свою лабораторию, имитирующую комнату в обычном жилом доме. Она стала полигоном для дальнейшего исследования домашних роботов Toyota, о которых мы рассказывали в видео по ссылке в подсказке. Компания Ghost Robotics продолжает продвигать своих роботов V60 для работы на КПП, а также на военных базах. Дешёвые и надёжные робособаки должны обходить периметр, но могут в будущем получить и вооружение для борьбы с нарушителями. Также компания показала новые испытания проходимости робота на холме из рыхлой грязи и камней. Инновационная инжиниринговая компания Infocom Limited представила новую концепцию своего робота Tima для исследования ближайших планет Солнечной системы. Новый робот Huma Tima с поворотной ногой будет уметь быстро ездить на колёсах и подниматься по пересечённой местности на импровизированных ступнях. Компания DJI представила систему FPV для полётов с видом от первого лица. Она включает дрон, очки и контроллер управления. Дрон весит 800 граммов. Его фронтальная камера записывает видео в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Поворотный подвес камеры стабилизирован с помощью электроники. Видео передаётся в очки в режиме реального времени с минимальной задержкой, а также пишется на карту памяти MicroCD, слот для которой предусмотрен на дроне. Разгон от зависания до 100 км в час заявлен за 2 секунды, время полёта до 20 минут, дальность до 10 км. Всего есть три режима полёта – обычный, спортивный и ручной. Обычный режим – это очень весело и одновременно безопасно и доступно для новичков. Скорость дрона в нём снижена до 50 км в час. Если датчики устройства сочтут, что вы можете во что-то врезаться, она ещё уменьшится. В любой непонятной ситуации вы можете просто отпустить ручки управления, и дрон остановится и зависнет. Спортивный режим подразумевает увеличение скорости до 97 км в час. Уклонение от препятствий больше не замедляет дрон, хотя система даст вам серьёзное предупреждение в случае опасности столкновения. Ручной режим предназначен для профессиональных пилотов и участия в гонках. Здесь скорость уже до 140 км в час, и вы получаете полный контроль над всеми аспектами управления. Комплект дрона FPV от DJI стоит 1299 долларов. В него входят дрон, очки, одна батарея, также все необходимые зарядные устройства и кабели. Прототип звездолёта Starship от SpaceX SN10 впервые успешно приземлился во время испытаний, целью которых был подъём на высоту до 10 км. Прототип выполнил манёвр переворота в горизонтальное положение для управляемого спуска при помощи закрылков во время свободного падения в атмосфере. Затем ракета вернулась в вертикальное положение, включила торможение двигателями и мягко приземлилась. Правда, через 8 минут прототип взорвался. Американская компания SkyMule показала испытания дрона, помогающего строителям при подготовке арматуры к заливке бетона. Он самостоятельно летает над уложенной арматурой и связывает прутья, экономя время рабочих. Инженеры использовали квадрокоптер с большими посадочными опорами и закрепили на его дне подвижную платформу с пистолетом для вязки арматуры. Компания утверждает, что дрон ускоряет процесс вязки в 2,4 раза, а также делает его на 32% дешевле, но не уточняет, как именно она вела расчёты. Кафедра прикладной механики Технического университета Мюнхена показала последние достижения своей робототехнической платформы Lola. Робот без камеры датчиков для получения предварительной информации о местности смог преодолеть неровную поверхность. Lola – это гуманоид с электроприводом, 26 распределёнными суставами, общим весом 68 кг и ростом 176 см. Orbital Assembly Corporation – проект станции Voyager Station, представляющий собой первый в мире космический отель на низкой околоземной орбите, может стать реальностью к 2027 году, а его строительство начнётся в 2025. В конструкции отеля предусмотрены ресторан, кинотеатр, спа-салон, а его вместимость составит 400 человек. Сразу два российских реабилитационных медицинских экзоскелета нового поколения – «Экзоатлет-2» и «Бомбини» от компании «Экзоатлет» получили регистрационное удостоверение в России. В «Экзоатлет-2» реализована главная функция биологической обратной связи, которая осуществляется через инициацию движений. В девайсе можно регулировать степень помощи человеку. Отдельный встроенный блок миостимуляции синхронизирован с ходьбой и стимулирует ровно те мышцы, которые должны были бы работать во время естественной самостоятельной ходьбы человека. Детский экзоскелет «Бомбини» – это фактически первый в мире детский экзоскелет, который решает задачу восстановления детей с ДЦП, улучшения качества их жизни, ходьбы и, как следствие, конъективных функций. Компания «Промобот» запустила краудфандинговую компанию по сбору средств на оснащение класса робототехники в одной из школ дополнительного образования. Новые робототехнические наборы должны помочь детям получить реальные знания в робототехнике. 30% расходов компания берет на себя, а остальное надеется собрать с помощью донатов. Ссылку на краудфандинг-компанию оставим в описании видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий. Новости компании Илона Маска, повальное оборудование робособак роборуками, осязание для роботов, роботы-рыбы и другие новости высоких технологий в одном видео. В сети появился сравнительный тест автопилотов Тесла и Веймо, сообщает сайт беспилот.ком. Автор канала All Mars Catalog сначала вызвал беспилотное такси Веймо, а затем проехал по этому же маршруту на своей Тесла Model 3 с автопилотом FSD Beta. Интересно, что Веймо выбрала другой маршрут, чем Тесла, и ехала более осторожно. В итоге робот-такси Веймо потратила 8 минут на поездку, тогда как Тесла Model 3 всего 5 минут 12 секунд. Автопилот Тесла можно использовать на любых дорогах, в любых городах и странах, но только под контролем водителя. Тогда как робот-такси Веймо пока что работают на ограниченных территориях, но с пустым водительским креслом. На видеоэксперимента заметно, что робот-такси Веймо, в отличие от Тесла, избегает более опасных поворотов налево на нерегулируемых перекрестках. Вот почему машина выбрала более длинный, но более безопасный для себя путь. В итоге обе машины хорошо справились с маршрутом, прекрасно визуализировали обстановку вокруг себя и двигались плавно без резких разгонов и торможений. Также ни один из автопилотов не нарушил правил дорожного движения и реагировал на знаки. Тесла строит в Техасе систему хранения энергии минимум на 100 мегаватт. Так Илон Маск решает проблему внезапных отключений электричества, одно из которых случилось в прошлом месяце из-за снегопадов. Тесла не афиширует проект, который ведется под прикрытием малоизвестного подразделения компании Gambit Energy Storage LLC. Автономная станция будет включать 20 больших аккумуляторных блоков с литий-железо-фосфатными батареями, срок службы которых составляет от 10 до 20 лет. SpaceX планирует подключить к Starlink самолёты и весь грузовой транспорт. Соответствующая заявка была подана в Федеральную комиссию по связи США. В документе говорится, что SpaceX запрашивает комплексную лицензию на работу терминалов Starlink на так называемых подвижных наземных станциях, к которым относятся автомобили, грузовики, морские суда и самолёты. Личным автомобилям пока придётся подождать, так как терминалы компании слишком большие для них. На сегодня у Starlink более 1200 спутников и около 30 тысяч пользователей. Команда разработчиков из Китая и США разработали магнитные подушечки пальцев для роботов. Не секрет, что именно осязание позволяет нам так хорошо взаимодействовать с предметами. И именно этим чувством сложнее всего наделить роботов. В данном исследовании роль чувствительных подушечек пальцев играет тонкая и гибкая магнитная плёнка. Прикосновение и давление заставляют её деформироваться, а расположенные глубже датчики регистрируют вызванные этим изменения магнитного поля. Для анализа сигналов с датчиков используется нейросеть. Она позволяет определять не только место и силу соприкосновения, но и ощущать текстуру поверхности. Китайские разработчики представили мягкого робота для глубоководных исследований. Бот длиной 22 см с размахом плавников 28 см создан по подобию глубоководных рыб. Для того, чтобы он мог выдерживать давление воды, вся электроника внутри корпуса из мягкого полимера разделена на модули. Небольшие печатные платы соединены гибкими проводниками и запаяны в силикон. Подобно рыбе, робот перемещается за счёт движения плавников, выполненных из эластомера, который сокращается под воздействием на него электротока. Инженеры протестировали робота в трёх условиях. В озере на глубине от 8 до 70 метров, в Южно-Китайском море на глубине 3224 метра и на дне Марианского жёлоба на глубине 10900 метров. Хотя в последнем случае видно, что актуаторы робота работали с меньшей амплитудой, всё же устройство сохранило свою работоспособность в экстремальных условиях. Насекомые умеют ориентироваться в мире с динамическими препятствиями, порывами ветра и общей неопределённостью. Команда исследователей Массачусетского технологического института под руководством Кевина Юфенга-Чена решила наделить такими качествами летающих роботов и разработала новое поколение крошечных и подвижных дронов, которые выглядят, действуют и маневрируют как настоящие насекомые. Устройство весом 0,6 грамма может поддерживать равновесие при внешнем воздействии, выполнять сальто и другие сложные манёвры. Инженеры высшей технической школы Цюриха решили, что не обязательно покупать роборуку для спот у Boston Dynamics. Гораздо интереснее сделать её самостоятельно на базе любого доступного манипулятора. Робот с роборукой отслеживает объекты и с лёгкостью манипулирует ими. Robotics Systems Lab тоже решила не отставать от Boston Dynamics и создать для своего четвероногого робота Animal роборуку. Инженеры разработали структуру планирования движений всего тела, которая объединяет задачи динамического передвижения и манипуляций. В результате любая задача с манипулированием внешними объектами может быть решена на бортовом компьютере робота в режиме реального времени в рамках схемы управления с прогнозированием модели. Компания Anybotics показала, как робот Animal умеет избегать динамические препятствия и автономно ориентироваться в непростом пространстве. При наличии высокоуровневых навигационных команд робот может безопасно перемещаться к целевому местоположению на основе данных с камеры глубины и обучению с подкреплением. Данные, включающие изображение с камеры и её траекторию, объединяются с системой и используются для моделирования состояний окружающей среды. DeepRobotics опубликовали новое видео своего робота Doing MiniLight. Робот делает сальто. Возможно, умеет обходить препятствия и следовать за человеком. Возможно, потому что компания видео не комментирует, а за кадром может находиться человек-оператор. В любом случае робот выглядит шустрым и ловким, а ещё очень похожим на робота Spot. После удачного выступления в честь китайского нового года, Unitry Robotics стали предлагать роботов для массовых выступлений. Кстати, распаковка и обзор такого робота недавно вышли у нас на канале. Ссылка в подсказке и описании видео. Также Robotics Systems Lab показала в действии своего самого сильного робота Menzi Mach M545. Беспилотный полуавтономный шагающий экскаватор помогал службам быстрого реагирования в моделируемой автомобильной аварии со взрывом. На прошедшей выставке MWC Shanghai 2021, посвящённой технологиям нового поколения, компания Huawei заявила, что построила более половины из 140 коммерческих сетей 5G, развернутых на данный момент в 59 странах. И это несмотря на запреты на её сетевое оборудование во многих странах. Надо отметить, что большинство директоров крупных технологических компаний, выступавших на мероприятии, отметили, что именно внедрение сетей 5G в ближайшие годы будет определять скорость развития технологий во всех странах мира. В Китае депутаты одобрили амбициозный план технологического прорыва. Согласно ему, к 2035 году страна должна совершить значительный прорыв в технологиях – от искусственного интеллекта до квантовых компьютеров и биотехнологий. Для этого расходы на фундаментальные исследования будут увеличиваться более чем на 7% каждый год в течение 5 лет. Это поможет сократить зависимость страны от иностранного рынка технологий, в частности, от американского. Хотелось бы, чтобы и в нашей стране правительство уделило технологиям больше внимания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропустите новый выпуск на канале, в котором мы расскажем, кстати, про российские технологии, а конкретнее про самого известного в нашей стране робота Федора. Невероятный новый китайский робот, полицейский дрон, проламывающий окна, новости Илона Маска, конкурс DARPA и другие новости высоких технологий в одном выпуске. Друзья, приглашаем вас на онлайн-курс «Философия искусственного интеллекта» от МГУ и «Скиллбокс». Уникальная коллаборация онлайн-университета и одного из старейших вузов России позволит вам в удобное время в режиме онлайн разобраться в парадигмах создания искусственного интеллекта, научиться вести собственные исследования, понять развитие научной мысли и овладеть категориями и терминами искусственного интеллекта. Ведущие преподаватели МГУ совместно с командой экспертов расскажут о самых важных вопросах этики, сознания и моделировании мышления в области искусственного интеллекта. За счетив дипломный проект вы получите сертификат МГУ, а также доступ к материалам курса на неограниченный период времени. Подробная программа онлайн-курса и регистрация доступны по ссылке в описании видео. БОСТОН ДАЙНЕМИКС Но и ездит как на четырех, так и на двух ногах, умея в последнем случае еще и использовать передние конечности для захвата предметов. То есть это четыре в одном. Робот на ногах и колесах способны действовать как четвероногая и двуногая гуманоидная платформа. Кстати, колеса, установленные с внешней стороны коленных суставов, позволяют роботу разгоняться до 25 км в час. Также робот умеет делать сальто, вставать со спины и перепрыгивать препятствия. Компания Brink представила серийный полицейский дрон, способный влетать в здание, разбивая стекло. Беспилотник с рамой из углеродного волокна и мощными роторами с винтами оснащен алгоритмом управления полетом, позволяющим дрону толкать незапертые на замок двери и пролетать через дверные проемы. На подвесную систему для полезной нагрузки можно установить камеру, фонарь, боеприпасы или устройство для разбивания стеклянных окон. Последнее выполнено в виде блока, способного вращаться со скоростью до 30 тысяч оборотов в минуту и оснащенного наконечниками, выполненными из карбидовольфрама. Когда наконечник разбивает стекло, дрон влетает вовнутрь. Если при этом он переворачивается, то включается режим переворота, возвращающий беспилотник в правильное положение. Дрон может передавать видео, звук и поддерживать связь с оператором на расстоянии до 13 километров. Компании Tidewise и Stable испытывали связку беспилотного судна и дрона, предназначенных для поиска разливов нефти в море. Дрон автоматически взлетает и садится на стабилизированную посадочную платформу на судне, которая постоянно поддерживает горизонтальное положение. Платформа также служит для дрона док-станций. Перед посадкой дрон и судно общаются по радиосвязи, а непосредственно во время посадки дрон следит за кодами на площадке при помощи камеры и мягко садится на нее. Tesla KiberTrak сможет питать кемперы и маленькие дымовые хозяйства. Это подтвердил в своем твите Илон Маск. Что интересно, по подсчетам фанатов, если батарея электромобиля будет хотя бы 100 кВт в час, то пикап при цене 50 тысяч долларов может оказаться выгоднее других накопителей, включая Tesla Powerwall. Кстати, ранее Маск писал, что такая функция может появиться во всех моделях Tesla. Такую же опцию обещал и Hyundai. Tesla показала видео испытаний своего беспилотного грузовика Semi на автотреке. На сегодня электрический беспилотник используется только для внутренней логистики компании. Россиянин признал вину в подготовке к кибератаке на завод Tesla. Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника американской компании из Невады, чтобы тот внедрил вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании для получения данных. За внедрение ПО сотруднику предложили миллион долларов. SpaceX расширила покрытие системы Starlink на всю Великобританию, Западную Германию и Южный остров Новой Зеландии. Сейчас SpaceX имеет на орбите 1200 спутников, 310 из которых запустили в этом году. Напомним, что всего компания планирует вывести на орбиту почти 12 тысяч спутников в течение 4-5 лет. DARPA объявила конкурс на создание летающих ранцев с призом в полтора миллиона долларов. Вознаграждение получат компании, сумевшие создать работающий прототип устройства, принцип работы которого, как и его форма, не важны. Ключевыми условиями являются быстрое развертывание, обучение, независимость от внешнего оборудования и интуитивное управление, а также возможность наладить производство. По сути, это максимально открытый запрос на любые перспективные технологии в области компактных индивидуальных летательных аппаратов. DARPA просто забрасывает удочку, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Кстати, обзор существующих костюмов для полетов мы уже делали в видео по ссылке в подсказке. В рамках рекламной кампании T-Mobile в Нидерландах, призванной продемонстрировать скорость обработки больших данных технологий 5G, телеведущая Стейн Франсен сделала татуировку с помощью робота. Роборукой с 5G удаленно управлял художник-татуировщик Уэс Томас. Робот использовал машинное обучение, чтобы распознавать положение руки Франсен и соотносить его с действиями тату-мастера, который наносил татуировку на макет руки в другом помещении. Эксперимент прошел удачно, никто не пострадал. Норвежские инженеры создали робота, способного адаптировать свое тело к окружающим условиям, чтобы лучше передвигаться. Четвероногий робот Dyeret умеет регулировать длину своих ног, анализируя результаты, чтобы лучше приспосабливаться к схожим условиям в следующий раз. Для анализа поверхности робот использует камеры и датчики в ногах. На сложной местности он укорачивает ноги для устойчивости, а на простой удлиняет, чтобы увеличить скорость ходьбы. Робот не программируется заранее на типы поверхностей, а работает по принципу самообучения. Это позволяет Dyeret не только работать в неожиданных и меняющихся условиях, но и адаптироваться к поломкам. Например, в случае повреждения ноги робот может укоротить остальные и дохромать до точки назначения. Мичиганские университеты и Ford Motor Company открыли современный научно-исследовательский центр робототехники стоимостью 75 миллионов долларов. Он объединяет исследователей из 23 зданий и 10 ведущих программ университета. Первые три этажа UM Robotics Institute содержит исследовательские лаборатории для университетских роботов, где можно тестировать гуманоидных и четвероногих роботов, роботов для Марса, морских роботов, а также дроны и другие летательные аппараты. На четвертом этаже находится первая лаборатория Ford по робототехнике и мобильности в университетском городке, а также 100 исследователей и инженеров Ford. Будем надеяться, когда-нибудь и у нас в стране появится подобный исследовательский центр технологий будущего. NASA показала, как создавала инструменты для роботизированной дозаправки в космосе и испытывала их на МКС. Роботизированная дозаправка дает NASA и развивающаяся индустрия обслуживания коммерческих спутников уверенность в том, что они могут с помощью роботов дозаправлять, ремонтировать и обслуживать спутники как на ближних, так и на удаленных орбитах, далеко за пределами досягаемости того, куда люди могут отправиться сегодня. Также в планах агентства создание на этой базе свободно летающего служебного космического корабля, который мог бы получать доступ, ремонтировать и дозаправлять спутники на геостационарной околоземной орбите. Робот Hermits — это концепт робота, способного переключаться между разными узкими задачами, просто меняя свой корпус. Так робот с узкой специальностью становится универсальным. Hermits основан на маленьких роботах Sony Toya. Это двухколесные роботизированные кубы, которые могут локализоваться на основе инфракрасных изображений и взаимодействовать друг с другом и с другими объектами через централизованный контроллер. В MIT лишь внесли незначительные изменения в роботов Toya, добавив небольшой сервомотор, который может выталкивать крепление из верхней части робота, чтобы он мог стыковаться с любой пользовательской оболочкой. Оболочки без какой-либо электроники внутри легко напечатать на 3D-принтере. На наш взгляд, идея близка к гениальности и обязательно получит развитие. ABB выпустили ролик, в который вместили всю краткую историю робототехники в своей компании. Получилось познавательно и интересно. Оставим ссылку на него в описании видео. Смотря на этого робота-фехтовальщика, трудно поверить, что искусственный интеллект уже вокруг нас и развивается он невероятными темпами. Именно об этом будет наш следующий выпуск. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное из мира высоких технологий. Новый робот Boston Dynamics. Первый прототип звездолета Илона Маска, самовосстанавливающиеся роботы, вертипорт в Италии и другие новости высоких технологий в одном выпуске. Компания Boston Dynamics представила нового робота Stretch, предназначенного для автоматизации работы на складе. На мобильной платформе, способной перемещаться в любом направлении и преодолевать препятствия и пандусы, установлены мачта и сам манипулятор. Мачта с датчиками обеспечивает расширенное восприятие, быстрое и точное обнаружение предметов. Роботизированная рука обладает семью степенями свободы и способна разгружать ящики или поддоны прямо из грузовика за счет большого радиуса действия. Умный захват робота без задержек распознает и работает с любыми типами упаковки благодаря встроенным средствам контроля и активного управления. Мобильная база Stretch очень компактна и позволяет роботу самостоятельно подъехать к разгружаемому грузовику. Робот может работать от емкого аккумулятора или от сети. Компания позиционирует Stretch как быстрого и умного робота, которого легко развернуть на любом складе. Японская компания ManMachine Synergy Effectors показала огромного, человекоподобного, телеуправляемого робота. Оператор на VR-стенде управляет руками робота не с помощью прямого копирования движений человека, а через систему рычагов. VR-шлем транслирует оператору стереоскопическое изображение с двух камер на голове робота. Также он считывает движения головы и в реальном времени переносит их на робота. Но самое интересное, что на стенде есть педали, пока не рабочие. Но, очевидно, в будущем компания добавит к роботу действующие ноги. Американское агентство перспективных исследований DARPA продолжает развивать свою программу управления боевыми самолетами и искусственным интеллектом. В этом году ожидается начало физических лётных испытаний. США пристально расследуют две аварии с участием Тесла. В первой аварии Тесла модель Y на большой скорости влетела под полуприцеп в Детройте. Никто не погиб только чудом. При этом электромобиль находился под управлением человека. Второе ДТП случилось, когда машина находилась под управлением автопилота, по крайней мере, так утверждает водитель. Тесла врезалась в автомобиль дорожной полиции, стоявший у края дороги, никто не пострадал. Компанию Тесла вряд ли можно привлечь к какой-либо ответственности, так как по правилам водитель обязан контролировать автопилот автомобиля. Однако пристальное внимание к авариям со стороны властей может говорить о том, что команда нового президента США Джо Байдена может пересмотреть регуляторную практику, касающуюся интеллектуальных помощников водителя. Китайская компания намерена создать в Италии вертипорт, дизайн которого вдохновлён Баобабом. На верхнюю площадку 30-метровой башни из стали пассажиры поднимутся на лифте. Сразу под террасой будет зал ожидания и панорамный ресторан. На башне планируется установить ряд фотоэлектрических панелей для выработки более 300 кВт энергии в день. Часть из неё пойдёт на зарядку электрических летающих такси-компании. Британцы попробуют вызвать дожди в Арабских Эмиратах с помощью дронов с ионизирующими установками на борту. Электрические заряды малой мощности должны привести к формированию более крупных капель из водяного пара. Технологию опробуют в Дубае в ближайшее время. Учёные создали самоисцеляющихся роботов. Роботы длиной 2 см в форме рыбы обладают жёстким гидрофобным средним слоем, а сверху покрыты слоем сильно намагниченных микрочастиц. Команда добавила платину в хвостовую часть робота. Металл вступает в реакцию с топливом на основе перекиси водорода, образуя пузырьки кислорода, которые приводят робота в движение. Учёные сначала надрезали робота лезвием, а затем разрезали его на три части. Каждый раз робот сам исцелялся за счёт сильного магнитного взаимодействия. Инженеры лаборатории робототехники и искусственного интеллекта Стэнфордского университета научили своего робота Резон манипулировать предметами непостоянной формы с различной поверхностью. Это удалось благодаря разработке гибридных электростатистических подушек для захвата, вдохновлённых гекконами. Исследования направлены на создание роботов для розничной торговли. Кондитерская компания Mars Incorporated создала робота по прозвищу Smilic, который гоняется по магазину за покупателями и навязчиво предлагает им купить конфеты. Сейчас робот проходит тестирование в магазине Нью-Йорка. Интересно, что робот не просто пытается продавать сладости, он собирает данные о том, как клиенты перемещаются по магазину и взаимодействуют с конкретными продуктами. В SpaceX собрали первую ступень сверхтяжёлой ракеты-носителя для Starship, которая получила название Super Heavy. По словам Илона Маска, работа ещё не закончена, нужно будет спаять вместе бак с жидким кислородом и метаном. Первый прототип Super Heavy BN1 будет иметь высоту около 67 метров от вершины до конца сопел двигателей Raptor. Высота космического корабля Starship и Super Heavy вместе будет составлять 120 метров. SpaceX надеется, что сможет начать орбитальные запуски Starship уже в июле 2021 года. Компания Agility Robotics показала, как робот Digit передвигается с помощью GPS-навигации по путевым точкам, обнаруживая удалённые препятствия с помощью лидара. Робот картографирует местность с помощью стереокамер и балансирует свои движения в реальном времени. Компания Anybotics и крупный производитель химической продукции BASF рассказали в новом видео об эффективности применения четвероногого робота Animal. Химический комплекс компании расположен на территории площадью 10 квадратных километров, при этом он постоянно растёт и развивается. Мобильный робот решает проблему точного картографирования предприятия, проведение регулярных инспекций и сбора данных. Scadio продемонстрировала результаты ранних тестов своей программы 3D Scan Sneak Peek. Это первое в своём роде программное обеспечение для адаптивного сканирования, созданное на основе Scadio Autonomy. 3D Scan автоматизирует сбор данных любой местности с полным охватом и сверхвысоким разрешением. Обучение пилота при этом требуется минимальное. 1 мая в Токио откроется экспериментальное робо-кафе Dawn, версия бета. Идея заведения в том, что всеми роботами в заведении будут управлять из дома люди с ограниченными возможностями. Инициатива направлена на то, чтобы дать возможность таким людям не только зарабатывать, но и общаться с людьми, продолжая оставаться членами общества. Fanuc создаст в Китае крупнейший центр по производству промышленных роботов. Так, японская компания будет бороться за долю рынка в стране. В Китае сейчас происходит настоящий бум роботизации. Инвестиции в проект составят 240 миллионов долларов. Конкурентами Fanuc в борьбе за китайский рынок станут японская Яскава, уже строящая аналогичный завод стоимостью 50 миллионов долларов, и швейцарская ABB, планирующая инвестировать около 140 миллионов в свою шанхайскую фабрику. Одновременно правительство Китая готовит план по продвижению отечественных технологий. Пекин намерен увеличить долю местных игроков на внутреннем рынке до 40%. Center for Tactile Internet with Human in the Loop опубликовал интригующее видео, в котором демонстрируют управление роботом Spot Boston Dynamics с помощью интерактивной перчатки. В описании видео нет никаких пояснений, так что ждём официальных новостей. Но идея кажется многообещающей. Кстати, в одном из прошлых выпусков мы рассказывали, как робот Spot помогал полицейским и напугал местных жителей. Однако оказалось, что испугались не только они. Теперь в стране хотят ввести ограничения и запреты на использование полицейскими вооружённых роботов. При этом общественность опасается, что даже невооружённый DJ-Dog может легко стать смертоносным. А как считаете вы, обоснованы эти страхи? Мы не можем не упомянуть в выпуске нашумевшую новость о том, что картина «Робота Софии» будет выставлена на аукцион в форме NFT. Савтором робота стал итальянский цифровой художник Андрея Боначета, чьи работы София взяла за основу. «Мои алгоритмы выводят уникальные шаблоны, которых раньше в мире не было, так что я думаю, что машины могут творить», – прокомментировала свою работу София. Произведение под названием «София Инстатиейшн» представляет собой 12-секундный MP4-файл, показывающий эволюцию портрета Боначета в произведении Софии. Отметим, что NFT или невзаимозаменяемые токены стали популярны в 2021-м. Например, в феврале 2021 года гифку с Nyan Cat продали за 590 тысяч долларов. А как вы считаете, способны ли роботы создавать произведения искусства? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропустите следующий выпуск про мозговой чип Neuralink и то, сможет ли он сделать нас такими же умными, как Илон Маск. Продолжение следует...